Почему же глобальный SEO, когда он ведет свои какие-то моноли, почему он настолько нервничает? Насколько вы чувствуете, что ваш менеджер вас уважает? Клиент — это король. Так что вы считаете, что сотрудники важнее клиента? Ошибки, которые стоили миллиарды. Поймал кого-то, съел и отдыхаешь, да? Продолжение следует... Вадим, что на сегодня представляет из себя компания DHL? Наверное, можно говорить скорее о группе, да? О большей группе, в которой входит компания DHL Express. Я подчеркиваю, экспресс, да? Входим мы в компанию, в группу компаний Deutsche Post DHL. Крупнейший логистический игрок на мировом рынке. Только количество персонала на сегодняшний день превышает 500 тысяч, то есть более полумиллионов сотрудников. Я скажу, почему это именно для нас важно, потому что, да, мы каждый работаем к подразделениям по своим технологиям, мы отличаемся. Deutsche Post занимается доставкой почты, DHL Global Forwarding занимается доставкой фрактов, мы занимаемся доставкой, курьерской доставкой. Официально она называется международная авиадоставка, да? Так вот, все 500 человек, которые работают в компании, работают по одним стандартам. Если взять с точки зрения менеджмента, как мы относимся, те основные KPIs, по которым нам оценивают, все они распространяются на все подразделения. То есть нету каких-то исключений, что какое-то подразделение или в каком-то подразделении свои правила, да? То есть вся компания работает по принципу, что мы начинаем с мотивированного персонала. Я считаю, это очень важно. Если взять саму компанию DHL Express, тоже одна из крупнейших международных компаний в области экспресс-доставки, это прежде всего 250 самолетов в пользовании компанией, да? То есть мы входим в число, в десятку крупнейших авиакомпаний мира. Только это все грузовые самолеты, пассажирскими перевозками мы не занимаемся. По офисам, если взять вот тот формат офиса, в котором мы находимся, да, это терминал, это головной офис. Таких офисов 1700 по миру и 60 тысяч сервисных пунктов, которые рассчитаны на обслуживание клиентов. Вадим, бытует мнение, что топ-менеджер должен или может оставаться в компании 3-5 лет, потом он двигается дальше, новая работа. Я знаю, что вы работаете очень давно в компании DHL, и также некоторые ваши топ-менеджеры, сотрудники подолгу работают в компании. Что такого ценного компания DHL дает? Знаете, вопрос я не скажу, что сложный для ответа, просто действительно всегда задумываешься. Потому что я, в принципе, в компании больше 25 лет. Задаешься вопросом, да, что же прежде всего меня задержало в компании на такой срок. Хотя, я скажу честно, я не собирался в компании работать такое количество лет. Что же зацепило вас? Что зацепило? Я скажу, динамичность первая. Естественно, рост был, особенно, да, компания. Компания пришла в Украину в 91-м году и была одна из первых международных компаний, которая начала работать в Украине. Наверное, тогда международных компаний там по пальцам можно было считать в то время. Абсолютно. Да, абсолютно. У него Макдональд зашел позже, кстати. Позже, позже. Макдональд, позже зашел, Кока-кола позже зашла. Но практически вот мы всех и встречали здесь. Есть дальше, что зацепило? Конечно, динамика роста. Все время росли. То есть мы росли. Позиции у меня менялись. Я одно время отвечал с точки зрения развития бизнеса Беларусь, Болдова, Украина. Потом с более, скажем, еще более прогрессивным ростом в Украине, значит, занимался. Был коммерческий директор по Украине. Потом у меня был коммерческий директор в странах СНГ, Юго-Восточной Европы. Очень была интересная позиция. Постоянные задачи, новые вызовы. Да, появлялись новые задачи. Но я бы не сказал, что если бы эти новые задачи не появлялись, вот чтобы я в какой-то момент выговорил. Все равно было очень интересно. И вот до сегодняшнего дня, я не помню ни один год, даже кризисный год, когда бы мы выросли меньше, чем на двузначную цифру. Ну, по поводу трех-пяти лет, если вернуться к вопросам от трех до пяти лет. Наверное, есть разные пути. Вот у меня сотрудники тоже спрашивают, да, как строить карьеру. Планировать, если что-то появляется на стороне, или все-таки ждать, когда такие возможности появятся у нас в компании. Но, знаете, мне кажется, сценария нет. И ты можешь, тебе же не обязательно расти только все время вертикально, да, то есть вот в карьерном росте. Ты можешь просто по жизни становиться прекрасным специалистом, бесценным специалистом, да. И тогда ты, в общем-то, получаешь удовольствие именно от своих профессиональных знаний, да. Потому что всегда переход из одной компании в другой, особенно это связано еще с кардинальным изменением области. Да, это очень интересно, но надо понимать, что на какой-то момент ты должен быть готов к тому, что ты уже не являешься таким вот бесценным специалистом. Поэтому вы понимаете, у кого как предрасположенность. Кто-то просто физически не может находиться на одном месте. То есть это тоже, наверное, нормально. Меня всегда интересовал вопрос, как вот таких больших корпораций, в больших компаниях, как обучаются SEO? И обучаются ли вообще? Или они уже по умолчанию? Нужно ли им обучаться? Я верю, что нужно. Ну, вот поделитесь, как в такой компании, да. Вот у вас огромный опыт и в индустрии, и в менеджменте. Но, тем не менее, я более чем уверен, что есть какое-то обучение для таких топов. Вот расскажите. Знаете, мы проходили эволюцию того, как обучали и SEO, и топ-менеджеров. Было одно время, когда, естественно, как международная компания, понятно, что ты должен давать человеку платформу развиваться, кроме внешней возможности получать MBA. Но это уже как бы решение от тебя, то есть, насколько надо. Один тебе, два MBA, как бы внешнее обучение. Но при этом обязательно должна быть платформа внутреннего обучения. Естественно, будучи частью большой глобальной сети, то есть, всегда можно было ожидать, что будут какие-то и глобальные решения. Значит, первое решение у нас было именно Академия Лидерства. Была она построена больше на том, что ты приезжаешь. Это было где-то две недели в течение нескольких лет. Каждые полгода даются тебе задания. Это было очень интересно. Это проходило по... То есть, локации выбирались разные. Одна локация у нас была на водопадах Виктория. То есть, всегда, чтобы придать большую... Вдохновить. Конечно, конечно. То есть, познакомить с разными культурами, что тоже очень немаловажно. Либо какая-то часть была в пустыне в Эмиратах или на Коста-Рике. То есть, локации были всегда очень интересные для того, чтобы действительно вот этот мотивационный фактор. Но у меня оказалась там проблема с чем? Что мы заходим, это я не видел какое-то продолжение. Вот мы прошли, дальше ты ждешь еще, я не знаю, там следующей какой-то Академии, которая могла быть там через 3-4 года. И вот, наверное, последние 5-6 лет была более для меня, кажется, интересная модель, обучающая, да, и развивающая тебя как менеджера. Это когда учат тебя, чтобы ты учил других. Компания глобально запустила программу обучения всех сотрудников, предоставления им статуса международных сертифицированных специалистов. Точно так же в рамках этой программы есть курс «Международный сертифицированный менеджер». Он многоступенчатый, он как бы идет, когда есть связка одного модуля, связка с другим модулем. Так вот, когда я попал на первый модуль, у меня один из фасилитаторов был наш глобальный SEO, глобал SEO, который, то есть никто, надо сказать, это довольно-таки непростая, скажем так, функция быть фасилитатором. И я помню, что меня поразило, почему же глобальный SEO, когда он ведет свои какие-то монолиды, почему он настолько нервничает. Ну, очень интересный материал, кажется, его очень легко преподносить и так далее. Но когда ты сам уже попадаешь в роль фасилитатора, то ты понимаешь, насколько это и большая ответственность, и для того, чтобы еще быть сертифицированным фасилитатором, действительно тоже надо было пройти очень-очень такой жесткий, скажем, курс. Так вот, в чем я считаю ценность программы, что ты сначала ты берешь теорию, теоретический материал. Программа построена очень интересно. Внешне, когда вот ее проходишь, кажется, что очень как в такой игровой форме. Основные языки, да, мы учим принцип лидерства, мы учим язык менеджмента. То есть мы людям объясняем о том, как компания видит идеального менеджера. Потому что если мы говорим о лидере, мы не видим лидера одного. Это именно атмосфера лидерства, которая идет от SEO глобального до уровня супервизора. То есть это система лидерства, которая идет от глобального SEO, который по всему миру полностью спускается, я так понимаю, каскадируется буквально на… Мы подключили старших супервизоров, которые тоже проходят азы вот этой вот программы. Когда я проводил первую, допустим, программу, она состоит из нескольких частей, я ее потом ездил в другие страны, читал, наверное, не меньше трех раз. Что вы взяли для себя от коммуникации с глобальным SEO? Целую неделю, да? Вообще, если говорить о лидерстве, да, то есть там есть основное качество. Это по-английски называется resilience, да, устойчивость. Устойчивость к стрессу, устойчивость к изменяющимся обстоятельствам. И вот именно видеть и непосредственно общаться с человеком, который в это время проводит, скажем, ну, действительно, очень сильно была, в компании проходила реструктуризация, и каким образом человек, как бы настраиваясь, ну, вот способность, да, держать себя, фокусироваться на главном в любой ситуации. То есть я больше на самом деле не видел никогда ни сего, ни своих непосредственных вот в таких ситуациях. Здесь действительно что было? Это было, в общем-то, ежедневное общение. И действительно было интересно увидеть, как оно работает в жизни. Да, потому что, если мы говорим об этой устойчивости, эластичности, да, вот все-таки для меня, наверное, это самое важное качество лидера. Вы затронули сейчас тему лидерства, и я слышал, что в вашей компании есть уникальная система – это активное лидерство. Можете в двух словах рассказать, в чем она заключается, и что лично она вам дала, как топ-менеджеру? По активному лидерству. Это KPI, за который все менеджеры, вплоть до супервизоров, получают ежегодную премию. То есть его выполнение, от его выполнения, да, зависит от 10 до 15 процентов ежегодной премии. У нас проводится опрос мнения сотрудников, да, где есть 9 вопросов, которые связаны именно с этим KPI. И расшифровка, естественно, вопроса, который мы задаем нашим сотрудникам. Насколько вы чувствуете, что ваш менеджер вас уважает? Насколько он вас вдохновляет? Насколько я сейчас… Не дословно, конечно, говорит вам, да? Насколько он вас слышит? Как часто вы получаете от него обратную связь? Насколько эффективна эта обратная связь? Дальше что оно дает мне? Оно мне дает peace of mind. Уверенность в завтрашнем дне, да? То есть что есть такая вот оценка, профессионально поставленная, она идет раз в год. Потому что если мы говорим о мотивированном персонале, это прежде всего, да, вот непосредственная связь, если мы говорим об облеченности наших сотрудников, именно с… Насколько развита в компании культура активного лидерства. Ведь можно принимать самые непопулярные решения, если того требует жизнь. Есть масса моментов, да? И именно от того, как построена коммуникация непосредственно руководителя, а руководителя мы считаем всех, с моего уровня до уровня супервизора, да, непосредственно с сотрудниками, насколько она эффективна, насколько она… Она не может быть искусственной, да? То есть не можешь вызвать сотрудника, вот сейчас мы с тобой сядем, вот сейчас вот и поговорим и так далее. Это ежедневный, да? То есть, да, у нас есть как бы формальные такие программы, да, общение, круглые столы и так далее, но нет, главное. А главное ежедневное общение. И вот именно то, что каждый этот мониторится до, скажем, до самого начального уровня, как работает этот KPI, она дает в том уверенность, да? То есть если ты немножко просел, дальше мы смотрим, ага, в каком отделе мы просели, что мы не так сделали, может, где и чья это недоработка. Потому что в этом плане я считаю, я даже вот сейчас и не могу себе представить, что если вдруг компания, вы решили, ну, вы знаете, что давайте там мониторить раз в два года, а может быть даже и в три года, нет. Естественно, за год может произойти эрозия такая, которая, в общем-то, на следующий год, она уже начнет давать, как бы, свои негативные результаты. Потому что как бы ни начиналось, как бы, мы действительно считаем, да, для нас клиент — это король, да? То есть у нас есть такая программа, называется Insanely Customer-Centric Culture, до безумия, да, ориентированность на клиентов, но все-таки ориентированность на клиентов начинается с мотивации сотрудника. То есть я бы не... То есть у вас в корне идет вначале это мотивация сотрудника, потом мотивация сотрудника, вовлеченность, она передается на, я так понимаю, что сервис, да? А сервис, да? Там happy клиент счастливый, и, соответственно, компания получает shareholder value, получается. То есть такая вот продуманная, простая, четкая система. Вы знаете, да, абсолютно верно. Единственное, что вот иногда я слышал несколько таких попыток, «Нет, так что вы считаете, что сотрудники важнее клиента?» Ну мы не можем говорить, что сотрудники важнее клиента, или клиент важнее сотрудников. Это все, в общем-то, одна цепочка. Да, для нас очень важна лояльность клиентов. Да, мы хотим предоставить лучшее качество сервиса. Естественно, только предоставляя лучшее качество сервиса, мы получим лояльных клиентов. Но начинается это все именно с мотивации сотрудников. Поэтому, если вот начинается дискуссия, так, кто важнее, ну так вопрос не может стоять. Да, он не может. Окончательная наша цель, да, это действительно удовлетворенный клиент. Что для вас самое сложное в работе SEO? Самое сложное, наверное, это количество вопросов, которые ты должен курировать, которые ты должен решать. и хорошо, что мне не присуща вот эта вот потребность в суперконтроле, да. То есть изначально процесс, то есть для меня, когда я взял как бы эту позицию, то что я всегда был узкозаточенный специалист по коммерческим вопросам, по вопросам продажи и маркетинга, да. То есть намного более узкая область, да, когда ты берешь еще 12 областей, туда подключаются со всеми подчиненными. Естественно, изначально стоял вопрос о том, что выстроить вопрос так, что я, если нужен совет, то есть я изначально, мы отрабатывали с моими подчиненными, что они не приносят мне первый, второй вариант, выберите. А те приходят с тем вариантом, который они выбрали. Как вы выстраивали вот эту систему коммуникации, да, то есть у вас была функция отдельная, и тут, как вы говорите, 12 человек, да, и вам удалось построить вот эту вот, как бы коммуникацию, что к вам приходит, да, человек конкретный. Самое основное было не сорваться вот именно, потому что ты знаешь, да, то есть у меня больше опыта, потому что 25 лет в компании и так далее. Но опять-таки я по умолчанию не могу знать больше, чем мой операционный директор, или мой HR-директор, да, или финансовый директор, но они специалисты в своей области, да. И изначально, наверное, то есть стоял вопрос о том, что четкие правила игры, да, сделали, если какая-то ошибка, какие-то мы вместе их проанализировали, мы их вместе отработали и так далее. Да ни в коем случае никакого наказания не может быть, да, то есть, естественно, это все, как бы, почва для обсуждения. Глобально компании знают ошибки, которые стоили миллиарды, и тем не менее, компания отрабатывала вместе, как бы входили в кризис, вместе из него выходили. И здесь еще один все-таки момент, вот именно delegation, делегация, да. Все-таки я считаю, для любого лидера это очень-очень важное качество. То есть, может быть, тебе какое-то надо больше времени, чтобы отработать какие-то моменты с кем-то из твоих подчиненных, да. Но по умолчанию, да, то есть искренне у тебя человека, ты знаешь больше этого человека, но надо, наверное, искать другого человека, да, другого специалиста в этой области. То, что он, по умолчанию, если он финансовый директор, он финансовый директор действительно должен быть классным специалистом в своей области, да. Если это HR-директор, это должен быть классный специалист в своей области. Были ли у вас такие ситуации, что вот пришлось искать другого человека? У меня был только один случай, когда было принято неправильное решение, просто как результат отсутствия здравого смысла. Да, в данном случае пришлось действительно менять человека. Ну, там настолько все было подтверждено, и внешними специалистами, которых я приглашал, да, когда мы с человеком говорили, то, что это не то, что он сделал профессиональную ошибку, это было не профессионально, была ошибка на уровне морального плана. Да, такие вещи, конечно, они однозначно, а они могут проходить бесследно. Я думаю, что как бы в компании просто бы не поняли, окей, человек ошибся, ну, давайте, там могли быть и слишком серьезные последствия, и так далее. Вот все-таки с таким случаем пришлось работать. В вопросах, наверное, более глобальной стратегии, вот что мне дает это, все-таки достаточно времени продумывать какие-то больше стратегические моменты, да, если ты не зациклен вот на вот этом day-to-day вот этих вот вопросах, больше возможности увидеть какой-то global picture, да, куда движется компания, почему, потому что на сегодняшний день рынок растет, рынок растет, то есть очень динамично, появляются возможности, там вот сегодня какие-то миллионы отправок из Китая, берем, не берем, работаем, как далее. Фокус — это стратегия успеха любой компании, это именно возможность фокусироваться на том, что у тебя получается лучше, чем у других. Вадим, скажите, вот когда вы вступили в должность, каким образом вам удалось так выстроить работу компании, чтобы не входить в этот микроменеджмент, и чтобы быть вот это сверху, и делать вот стратегическое, да, заниматься стратегическим развитием, сразу ли это удалось, или все-таки вы что-то делали для этого? Мне кажется, вообще эта ситуация появляется из-за степени недоверия. Ну, за исключением того, что кто-то является каким-то просто, вот, сто процентов работоголиком, который считает, что работать надо 20 часов в день, 4 дня часа спать и потом опять работать. Ну, на самом деле, помню, сколько я помню, человеческой природе это не присуще, да, все-таки большая часть предпочитает умеренный, да, баланс, да, все-таки как-то в нас за... природой все-таки больше заложен баланс, да, изначально поймал кого-то, съел и отдыхаешь, да. Поэтому здесь вот эти ситуации, я их видел, я с ними знаком, я думаю, они проходят эволюционные, какой-то вот этот вот момент, но больше он появляется из-за вопроса недоверия. Тут с самого начала было вопрос, кому верить, насколько верить и так далее. Поэтому лучше использовать вот мое мнение. Принцип первый раз веришь всем. Если у тебя нет информации какой-то о том, что человеку нельзя верить, тогда понятно, он возле тебя не должен быть. Изначальная вот открытость, да, и дальше ты смотришь. Потому что если не будет, если будет постоянное подозрение и так далее, ну, наверное, это будет постоянный блок. Ты не можешь доверить, ты не можешь доверить принятие решения. Ты уезжаешь, а какие финансовые документы вместо тебя подписывают? Потому что если я уезжаю, я должен кому-то, например, ну, оставить право подписи, человек подписывает, и я не вижу, да, не контролируем. Он принимает решение, этот человек, получается? То есть он способен вместо вас принять вот это какое-то решение конкретное? В принципе, в основном, как бы, это не один человек, который остается по умолчанию, да. Это, в общем-то, такую возможность имеют все сотрудники, все мои прямые подчиненные, да, во время моего отсутствия. Без согласования вопроса с вами. Абсолютно. За исключением каких-то очень-очень глобальных вопросов, конечно, оно никогда не появляется вот так. Вот если стоял вопрос о какой-то большой инвестиции, и документы придут во время моего отсутствия, конечно, это все согласовано. Дальше операционные вот эти вот вопросы уже человек способен. У нас есть абсолютная четкая система выстроена, контроля платежей, как мы платим, кому мы платим, за что мы платим, на каком основании, насколько оправданы платежи, да. Потому что все равно, как бы, бизнес есть бизнес, но он прежде всего заточен под производство прибыли. Вадим, давайте поговорим немножко о вас. Как начинается ваше утро? Как проходит ваш рабочий день? Под настроение, да. То есть я в свое время, мне хотелось, да, организовать себя, четко выработать вот такую вот структуру, значит, что вот как бы, как сейчас и встал, выбежал на пробежку, или там сделал зарядку, и так далее, и так далее. После этого я понял, оно не всегда дает тот должный эффект, да, поэтому не особо не расслабляясь, я все-таки смотрю под настроение, да. То есть если у меня есть настроение побегать, я побегаю. Единственное, что все-таки иногда есть смысл, вот я чувствую, что вот сегодня, ну не тот физический, как бы, настрой и так далее, все равно себя заставить выйти, вроде просто зайти, там делать на 10-15 минут дыхательные упражнения, в конце концов, все заканчивается тем, что ты все равно начинаешь бежать. Но вот именно убрать какие-то перед собой обязательства. То есть вы спокойно относитесь, если у вас нет таких... Да, абсолютно, потому что все-таки самое главное с утра прийти в хорошем настроении. Как вы это делаете? Проснулись, дождь, тучи. Выпил чашечку хорошего кофе, если еще, это сейчас вообще утро шикарное для того, чтобы выходить, да, последний день вообще красота и туман, и золотая осень. То есть всегда есть причина, конечно, увидеть, даже иногда просто посмотреть в окно, а если еще есть где-то рядом природа, то есть по умолчанию уже должен утром быть в хорошем настроении. Но сон, все-таки я бы сказал даже не столько, сколько утро. То, что всем нам надо учиться, это действительно достаточное количество сна. Потому что, если говорить о состоянии гармонии счастья, серотонине и так далее, он, конечно, вырабатывается. Сколько вы спите? Кстати, я стараюсь спать не менее 7 часов. Не менее 7 часов. Вроде как, здесь же тоже очень индивидуально, все кому-то надо и больше, и 8 часов. То есть я понял, что для меня вот 7-7 с половиной часов это действительно комфортное время. И если там не получается, у нас же у всех бывают разные состояния, связанные с природными изменениями, конечно, должна быть система медитации, в которой тебя, то есть не будешь гулять там полночи, а именно вводить себя в это состояние сна. Вот это, наверное, если говорить о рекомендации, я считаю, это очень важно. Особенно с возрастом начинается. По молодости вообще можно было в 5 утра лечь и в 7 встать и быть в хорошем настроении. Но надо понимать, что и по своему наблюдению, из того, что я, в общем-то, читал, и все-таки рекомендации всех основных, это количество сна. Количество сна ночью и количество отдыха в течение года. Кто в бизнесе является для вас ролевой моделью и почему? Знаете, если взять вот именно ролевой моделью, не по высказываниям, а по действиям, то я бы все-таки, я не раз уже как бы выступая, говорил, что это Ричард Брэнсон. Брэнсон, он как раз чем интересен, что он по всем показаниям и тем диагнозам, которые его ставили учителя, то есть он вообще ничего не должен был достичь. Человек с врожденной диспляцией. Человек, который в принципе практически обучаем с очень большим трудом. И вот очень интересно то, что он поговорит на сегодняшний день, когда он свою слабость, а это именно слабую сторону, а это действительно очень слабая сторона человека, который не может ни запоминать, ни пересказать текст, даже понять, о чем этот текст, и он вырабатывает у себя феноменальную память, потому что он не мог пересказать текст своими словами, он его должен был заучить. И если кто-то там перед уроком мог прочитать, ему надо было сидеть, часами учить этот текст. Ему надо было учиться записывать, потому что он так ничего не запоминал. Ему надо было учиться, чтобы ему кто-то объяснял и по возможности делегировать выполнение заданий. И вы знаете, вот он как бы проанализировав начало, это мы сейчас говорим, насколько я помню, он когда пошел в школу, то там стал вопрос о том, насколько вообще он может учиться в обычном классе. И вот дальше у человека феноменальная память, умение делегировать, умение, что еще очень прекрасно, ему надо было все по жизни упрощать. Ранее вы говорили о устойчивости к стрессу, мы начали с вами с этого, устойчивости к стрессу. Бывали у вас, я думаю, что бывали такие точки экстра стресса и как вы из них выходите как генеральный директор, как человек, который управляет и имеет такую большую ответственность? Бывает такое, что стресс, да, действительно, вот уровень стресса начинает зашкаливать и в данный момент вот мой, скажем, такой, на самом деле это лайфхак, да, сейчас это называется, да, наверное, тут же, чтобы была какая-то точка, вот светлое, что-то свет в конце туннеля, и я не сам к этому пришел, я помню, что я все-таки где-то прочитал, я это принял на вооружение, запланируйте себе какую-то поездку, nice weekend, а еще лучше, если это неделя, вот какого-то, например, туда, куда вы всегда хотели, пускай, если вы не можете себе позволить неделю поедете туда на два, на три дня или вот что-то, чтобы действительно, ну опять-таки, давайте так, уровень СИО, он все-таки позволяет, да, в данном случае, понятно, уровень стресса, он связан с определенной компенсацией, и вот когда, то есть я это взял на вооружение, неважно когда, то есть у меня может быть стресс сегодня, но я вообще стараюсь, еще до того, как появляются стрессовые ситуации, ближайшие на два, три месяца, прекрасно вот иметь какой-то вот такой вот стимул. Лайфхак от Вадима Сидорука, от стресса, это поездки, запланированные поездки. к чему стремиться, да, а я даже не знаю, что еще можно запланировать, все остальное, но здесь только, тоже могут быть какие-то, могут поменяться планы, мало ли что, ты, ну окей, это такое дело, значит перепланируешь, делаешь себе там, скажем, слава богу, авиалинии сейчас довольно-таки flexible разрешают, тебе любой билет за 100 евро переделать. Мы заговорили о поездках, и я знаю факт, что вы посетили более 100 стран. в этом пределе где-то. Это цифра путешественника, то есть люди, работа, которые путешествовать, вот это их цифра, можно так сказать. Как человек из корпоративного бизнеса сумел посетить такое количество стран? Расскажите, раскроете секреты. Раскройте секреты. Во-первых, надо начать это делать очень рано, я уверен сейчас, на сегодняшний день, я вот смотрю, у меня молодые сотрудники, которые, не скажу, что какие-то прям, супер доходами, но мне вот нравится, когда люди уже выделяют какой-то, как бы фокус, откладывают денежки, и, значит, все-таки куда-то начинают ездить в очень раннем возрасте, когда, ну, хотя я вам скажу, у меня первая поездка была на данном, как и раннем возрасте, по-моему, мне было 21 год в Ирак, то есть меня отправили на стажировку при посольстве в Ирак, то есть уже первая страна. Да, 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 но тогда такие у нас были друзья, это был, наверное, после, да, 86-й год, вот, ну, с этого вот начались поездки, да, то есть до этого это все была теория. Ну, как вам удается, да, по сути, СЕО, работа СЕО, это, ну... Ну, я же не всю жизнь СЕО, то есть 20 лет я еще не был СЕО. Тем не менее, тем не менее. Дальше работа в туризме, да, вот, наверное, как-то, вот большое количество стран было тогда, я работал в Средиземноморских круизах, так, конец 80-х, начало 90-х, то есть количество стран набиралось. Дальше еще, да, естественно, от отпуска всегда я стараюсь, чтобы максимально, вот, какое-то включить больше, более, более одной страны, если это возможно, но тут еще есть такой момент, как, естественно, есть командировки, да, ты куда-то прилетаешь, особенно, допустим, если это Юго-Восточная Азия, ну, лететь такой, скажем, на три дня, которая длится конференция или тренинг какой-то, да, естественно, есть смысл подключить еще что-то, то есть где-то у тебя пересадка, но почему же пересадка, когда можно просто там хорошо... Вы ищете, ищете возможность. Всегда, то есть это никогда не на автомате, никогда даже, то есть любое, минимальное совещание, там, даже в самых ближайших странах или городах, да, то есть это все равно будет попытка посмотреть, если совещание в четверг, ну, можно же в пятницу, субботу, не обязательно в пятницу возвращаться, суббота, воскресенье, там, выехать куда-то дальше, и... Ну, то есть это вопрос просто организации себя, ну, такой самоцели, вот именно пойти, был просто интерес, да, интерес посмотреть, как можно больше стран, интерес, как бы, географических, да, каких-то, ну, вот самоцелей никогда не было. Немножко о будущем. Как четвертая промышленная революция влияет на вас, на вашу компанию, какие вызовы стоят перед вами? Ну, понятно, да, что мы все-таки являемся технологичной, да, компанией, да, технологии, потому что начиная от области компьютерных IT-приложений, да, до процессов оптимизации, процессов доставки, а тут надо понять, вы знаете, я скажу, ну, понятно, то есть оно не может не влиять, оно не может не влиять, вариантов немерено, вот давайте сейчас купим 100 дронов и запустим дроны, куда, что мы на них заработаем, я почему, потому что, это сам наиболее часто задаваемый вопрос, когда будут дроны, когда вы доставляете, или вы уже на дронах, или вы будете доставлять на дронах и так далее. Вадим, вы уже доставляете на дронах или нет? мы не доставляем на дронах, на самом деле, глобально, да, у нас есть несколько направлений, я скажу, вот приведу примеры, да, в Африке, поселение, куда доставляются лекарства, туда ничем не доехать и так далее, раньше туда, там, раз в неделю кто-то приезжал, им привозил коробочки на пополнение, сейчас, вот, пожалуйста, как яркий пример. опять, в рамках Украины, наверное, мы не можем найти каких-то вот таких точек, которые будут настолько далеко, тяжело досягаемы. В Германии, там, высоко в горы, поселение, которым тоже раньше, там, какие-то альпинисты чего-то там приносили, значит, естественно, использование, вот, вот примеры использования дрона. Но, я думаю, никому не будет приятно, если над городом начнут летать дроны с какими-то коробками, еще не до, ну, падать, не падать, не знаю, то есть, надо более, говоря о технологической революции, то есть, принимайте то и концентрируйтесь на том, что действительно, с чего вы можете получить эффект, положительный эффект. Как рекламная компания, это прекрасно. Доставка дрона день на день и так далее. Прекрасный маркетинг-уход, но не более, да? Пока в этом речь не стоит, вот, 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 да. То есть, только для чем, нише, каких-то целей, да, по линиям, по фокусу, сколько экспериментов в Америке было. Хотя, в принципе, то есть, в этом направлении работает, но опять, да, количество частных домов в Америке, где все-таки можно себе представить, вот, прилетел дрон, там, положил посылочку, парковался, площадка для него. посмотрите на наши многоэтажки, где они будут садиться, на крыше, или где, на крыльце, или залетать в окно. Обязательно, Вадим, найдутся какие-то люди, которые захотят помешать этим дроном, словить дрона, посоревноваться, кто больше дрона словит. А его, извините, там, косточку от оливок бросил, и все. И у дрона отстой системы, понимаете? Вы же помните, да, это смешнюще, конечно, доставка дрона, почта России, должен был полететь налево, полетел направо, и вот, пожалуйста, да, вот на каком оно еще уровне, а почему там вмешался сигнал? Вот просто вмешался сигнал из соседнего дома. Дрон развернулся на глазах у всех, и, ну, опять, надо здесь подходить именно к тому, что, да, интересно. Наверное, надо смотреть, надо разрабатывать, потому что что-то будет, да, то есть, нам действительно, вот, что бы хотелось, self-dry car, ну, я бы вот хотел self-dry car, то есть, потому что у нас курьер, он же и водитель, и так далее, конечно, было бы хорошо, да, что если он, находясь в машине, имеет возможность машина, если бывают же участки, да, где он может просто отпустить, ведет машина, он при этом что-то делает, и так далее, то есть, вот я здесь действительно вижу пользу. Какая перспектива? Украине? Это будет не скоро. У нас сейчас стоит вопрос. Понимаете, вот я бы, насчет времени, сейчас сложнее, потому что настолько, как бы, идет развитие, да, что то, что мы считали, через пять лет, вообще, да, нереально, оно через три года появляется. То есть, на сегодняшний день компания Deutsche Post DHL даже производит свои электромашины, электрокары, они называются стриткутер, скутер, это был стартап, который в свое время смогли убедить Global CEO, Франк Абеля, о том, что в это надо вложить деньги. Обратились сначала к крупнейшим нашим партнерам автомобильным, все сказали, им это неинтересно, тогда Deutsche Post DHL начал свое производство. Сейчас оно, мы комбинируемся с Фордом, это действительно вот очень интересный такой пример диверсификации. Мы говорим всегда фокус, 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 но тут вот появляется прекрасная возможность попробовать. Вот честно говоря, ни у кого не было какой-то надежды о том, что это сработает вот настолько. На сегодняшний день уже стоит очередь заказов других компаний на вот эти вот стритк-скутеры. Ну понятно, то есть сейчас основное это наполнять наши потребности. Тоже как бы свои нюансы, то есть они рассчитаны на более маленькие расстояния, чем наши пока пробеги. Но это все движется, это все идет, потому что это все реально. Вот технологический прогресс, конечно, должен смотреть в точку. Если мы не прекратим и что-то не изменим, то может 2050 и не надо сейчас никакой стратегии на 2050. Какой совет вы можете дать людям, которые хотят построить эффективную карьеру и стать CEO? Давайте вот очень коротко я могу сказать. Всегда работайте, ведите себя так, как бы вы ввели себя на той позиции, которую вы хотите занять. Ну то есть вы не ждите, быть таким, каким ты есть. Не ждите, пока вас назначат. То есть если ты, допустим, работаешь на исполнитель, а хочешь быть супервизором, то ты уже себя сразу должен чувствовать на уровне супервизора и какими-то моментами показывать. я скажу, я вот видел десятки прекрасных примеров, когда люди, те, которые себя не ограничивали прекрасным исполнением своей функции, а брали всегда этот плюс, они очень быстро с этим плюсом оказывались на той позиции, на которую они претендовали. Все равно надо всегда заранее показывать, что ты можешь. Если ты коммерческий директор, показывай, что ты можешь быть генеральным. Я думаю, генеральным это будет приятно. Вадим, вы производите впечатление очень позитивного, жизнерадостного человека. Как вам это удается? Так ли это? Мне очевидно, что так, как вам это удается? Все-таки настрой. Я не скажу, что все настолько называется, дай бог, что ваша жизнь была так прекрасна, как на фейсбуке. Понятно. Все равно стараешься концентрироваться на положительном. Все равно учусь, если ты не можешь повлиять на ситуацию, прими ее такой, как она есть. Прими. И работай с тем, что ты можешь изменить. Мы все через это проходим. Бывают ситуации совершенно логичные, которые проходят в нашей жизни, которые совершенно не подтвержены какой-то вообще способности что-то изменить в определенной. Но всегда есть возможность изменить свое отношение к этой ситуации. И дальше иногда даже сама подкидывает и выход из этих ситуаций. Ну и опять все-таки позитив больше связан с тем, что вот эти вот участки, да, разбиваем дистанции и между дистанциями nice coffee break. Вадим, большое спасибо. Вам удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо за интересные вопросы.